На мероприятии присутствовали Конечно, родители нацеливают детей на получение высшего образования, но мы, начиная со школьных скамьи, проводим профиориентационные мероприятия, где рассказываем детям о рабочих профессиях, о том, что нужно смотреть на востребованные профессии, чтобы они ориентировались на рынок труда. Проводим мероприятия на предприятиях, чтобы дети поняли, что рабочие руки – это всегда государству нужны. Наша цель – чтобы дети оставались в городе и строили нашу республику. Определиться в выборе будущей профессии молодым людям зачастую бывает сложно, и задача центра занятости – прийти им на помощь. На информационной площадке «Рабочие – это звучит гордо» специалисты территориального отделения провели для ребят профориентационную игру. Работая в группах, молодёжь пыталась найти ответ на главный вопрос – какие же профессии востребованы и нужны республике? Какие профессии участвуют в производстве батона? Тракторист. Согласна. Комбайнёр. Ну да, с пахадемлю, потом комбайном всё это обработать. Пекарь. Это самое главное, да. Мельник. Продавец. Да, реализовывают нам, да, всё, совершенно верно. Да, привозят в магазин. И экспедитор. О, молодцы. Танция строителей. Светлана, пожалуйста. Плотник. Такс. Бульдезрист. Малер. Так. Штукатур. Это уже отделочные работы пошли, так. Каменщик. Ага. Электрик. Тракторист. Сантехник. Эскавальтерщик. Так. Кровельщик. И печник. У ребят была возможность пообщаться с потенциальными работодателями, узнать подробнее о рабочих профессиях, посмотреть познавательные видеоролики. По завершении профориентационной игры молодые люди создали совместный калаш под названием «Профессии моей республики», а также получили сертификаты участников мероприятия. Встреча продолжилась заседанием круглого стола. С ситуацией на рынке труда присутствующих ознакомил директор Республиканского центра занятости. Он подчеркнул, что в настоящее время в республике кадровый голод. При широком выборе вакансий, в текущем году их поступило свыше 18 тысяч, жители, ищущих работу, обратилось чуть больше 15 тысяч. Поскольку на функционировании рынка труда сказывается и профессиональный квалификационный состав рабочей силы, и система оплаты труда, и ряд других факторов, при этом количество вакансий очень большое, то, увы, люди сегодня выбирают работодателя, а не наоборот. Не все зависит от специалистов центра занятости. Мы сегодня ищем источник, который бы помог наполнить рынок труда молодыми специалистами, и мы его не находим. Между тем, в структуре вакансий свыше 48% вставлены рабочими профессиями. Напитие, востребованность профессии, станочного направления, электросварщики, водители, электромонтеры, то есть те работники, которые работают руками. Проблему нехватки кадров на предприятиях Красного Луча озвучил заместитель главы города Константин Огурцов. По его словам, решением этого вопроса является совместное сотрудничество администрации, учебных учреждений, работодателей и территориального отделения Республиканского центра занятости. Круглый стол проходил в форме диалога. Участники встречи говорили о проблемах, искали пути их решения, вносили предложения по повышению восприятия молодежью престижности рабочих профессий, проведения ранней профориентационной работы в школах. Нам вместе с вами, все, бороться за то, чтобы поменять вот эту психологию у людей и немножко, знаете, как переломать вот этот стереотип, что рабочая профессия – это не престижно. У нас сейчас на тех предприятиях, которые работают в Луганске, промышленных предприятиях, у них практически заработная плата у многих в два-три раза выше от тех, кто работают в отделе. И там действительно люди знают, за что они работают. Но даже на этих предприятиях, на которых заработная плата здельщика, рабочего, который работает за станком, 40-45 тысяч чистыми на руки, они даже там не могут найти себе специалистов. Потому что у нас учебные заведения среднего круга техобразования практически, практически их сейчас не добирают. В настоящее время в целях установления взаимодействия между всеми участниками системы профессиональной ориентации, Министерством и социальной политики Луганской Народной Республики совместно с Республиканским центром занятости разработан проект постановления правительства Луганской Народной Республики об утверждении концепции развития системы профессиональной ориентации населения в Луганской Народной Республике на период 2024 года. Основная задача в том, для всех нас, чтобы мы были наполнены, чтобы у нас была работа. Работа. Работа с нашими обучающимися. Первое, что мы делаем, мы их ориентируем, пока они еще к нам не пришли. Это мы работаем и в восьмых классах, и в девятых классах. Представители учреждений среднего в профессиональном образовании подчеркнули, что кроме профориентационной проводится систематическая работа с учащимися в направлении дальнейшего трудоустройства, чтобы по окончании колледжа молодые люди оставались в Республике и работали по полученным профессиям. Предоставление рабочих мест – еще одна из важных проблем, которую поднимали участники встречи. Итогом мероприятия стало подписание плана совместных действий на 2021-2022 учебные годы между Центром занятости и Управлением образования. А в завершении встречи работодателям и представителям учебных учреждений вручили благодарственные письма за плодотворное сотрудничество. Спасибо всем гостям. Новости телеканала Луч.